всем добрый день давайте поговорим немножко о тематических операциях флуа самые основы с переменными вы уже знакомы а присвоить имена присвоить 11 b 25 так ну давайте математические операции проделаем например р равно а плюс b запускаем все нормально так минус c отлично результат хорош так умножить если мы хотим изменить ну понятно что умножение обладает приоритетом вычислений поэтому можем использовать круглые скобки для расстановки приоритетов все хорошо так какие у нас еще есть кроме плюс минус умножить так есть возведение в степень давайте посмотрим все хорошо так также у нас есть что если мы хотим поменять знак мы просто минус перед переменной отлично так что еще у нас там есть у нас есть деление мы делить на на а например есть деление остаток деление по модулю работает как можно использовать если мы будем делить один из примеров если мы будем делить значение переменной на 2 мы можем узнать четное число и нечетное находится перемены так допустим пусть будет в 5 понятно если ноль и число делится на 2 значит она четная так давайте так есть у нас еще некие математики математическая библиотека есть стандартная которая идет слой называется мэс 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 все функции должны предваряться название библиотека название библиотеки мэс точка название функции например apps это модуль модуль число так модуль числа смотрим модуль 11 11 модуль минус 11 тоже 11 все отлично так есть есть также функции синус косинус и так далее они работают не с градусами а с радианами так например вот так нормально также в математической библиотеки лежит константа и только пожалуйста не добавляйте к ней скобки это константа не функция все отлично так если мы хотим напечатать и давайте посмотрим до какого знака у нас есть неплохо так а что и и что делать если мы хотим работать с градусами с радианами библиотеки мэс есть две функции одна называется бег которая из градусов градусы преобразует в радианы а и есть также функция рад которая радианы преобразует градусы давайте 14 что я не понял понятно я вам до этого в примере неправильно показал так если на 180 отлично работает так ну а значит это преобразовывает радианы градусы да все отлично так нет подсказочка что еще можно сказать но я думаю напоследок даже не напоследок я еще расскажу про случайные числа хочу рассказать про округление закругление привычный может быть кому-то функции round нет есть округление вниз флор есть округление вверх например что сделать если мы хотим получить привычный раунд все просто давайте перед моим аргументу просто добавляем 0,5 если я не прав пишите в комментариях так 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 что не так а не раунд нужно писать а флор если вы хотите получить раунд привычный да все нормально так ну давайте теперь еще попробуем случайные числа раундом 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 если мы не указываем параметра не даем никакой аргумент функции то mathrandom выдает псевдослучайное число от нуля до единицы если мы указываем здесь какое-нибудь число то оно выдает число от нуля до этого числа если мы указываем два числа то оно возвращает целое число от первого аргумента до второго но смотрите вот сколько бы мы не запускали я запускаю уже два-три раза мы получаем одно и то же случайное число чтобы получать при каждом запуске разные числа мы должны перемешивать мы должны перемешивать нашу колоду ну так называемую колоду с псевдослучайными числами с помощью такой функции random seed оно тоже требует какое-то число на вход допустим как бы число для затравки видно что если я число для затравки передаю единица единицу то мы все равно получаем каждый раз одно и то же случайное число давайте попробуем воспользуемся функцией hosttime есть у нас такое ну вот вы видите что теперь при каждом запуске random seed перемешивается с помощью затравки которую мы берем с текущего времени и в результате мы потом получаем первое и последующее случайное число отлично ну вот и все о простейшей математике для Луа до свидания нравится ставьте лайк подписывайтесь рассказывайте друзьям